Мы продолжаем онлайн-марафон «День выборов». С нами на связи политолог, журналист, общественный деятель Павел Данилин. Здравствуйте, Павел. Доброе утро. Вот трехдневное голосование. Павел, скажите, что это дает? Какие плюсы, бонусы? Ну, главный плюс – это, конечно, удобство для людей. Люди могут выбрать любой день. И вчера мы, позавчера вернее, мы видели, насколько это серьезно разгрузило электрички. Вот. Вечером, по крайней мере, в Подмосковье мы просто наблюдали шокирующую ситуацию, когда электрички были достаточно, ну, раза в три там, наверное, было людей, чем меньше, чем обычно. Это вот потому, что дали такую возможность людям проголосовать, когда они все это сделали, и теперь свободны на несколько дней. Куда хотят, туда едут, что хотят, то и делают. Ну, вот. То есть это удобство. Во-вторых, это безопасность. Безопасность. Люди все же боятся новой волны ковида, а у нас все же осенний рост заболеваемости ОРВИ, и это сказывается, конечно, на опасениях жителей. А трехдневное голосование растягивает очередь. Вот. Растягивает очередь, и люди понимают, что вообще прийти на этапе участвовать гораздо безопаснее, чем в магазин сходить за хлебушком. И, конечно же, это тоже влияет. Павел, а проще ли стало работать наблюдателем или, наоборот, сложнее? Ну, конечно, сложнее. Конечно, сложнее, потому что три дня наблюдать приходится, а не один, да. И ночное наблюдение, и наблюдение за сейф-пакетами. В общем, в целом, конечно, для наблюдателей тяжелее стала работа, но на то они и наблюдатели, на то они и долг выполняют свой гражданский. Я вот сам наблюдатель. Мы в Московской общественной палате занимаемся плотно достаточно наблюдением. У нас и видео открыто для всех кандидатов и их товарищей. Приходите там около ЦМТ на экспо-центре. У нас 179 кабинетов для 179 доверенных лиц-кандидатов, которые могут сидеть и в режиме онлайн наблюдать, с одной стороны, а с другой стороны, в том же, запись прокручивать назад, смотреть на спорные места и высылать группу быстро в реагирование. Мы вот ездим, смотрим на... Правда, основные вопросы возникают у нас, связанные с электронным голосованием. Люди, которые там зарегистрировались на электронку, приходят, а потом спрашивают, а как же нам проголосовать обычным образом. То есть это главный вопрос, с которым нам приходится разбираться сейчас. Павел, в каждом регионе организован Центр общественного наблюдения. Как он помогает в проведении открытых выборов? Ну, вот я только что про свой так и рассказал. Да, вот у нас общественная палата города Москвы такое организовала. У вас есть свой, похожий, да? Вот. Понятно, что видеонаблюдение открыть для всех – это очень дорого. На самом деле, я когда узнал сумму, у меня, честно говоря, волосы дыбом стали, у вас бы то же самое произошло бы. Да, я думаю, что даже у Познера волосы дыбом бы стали, когда он узнал бы об этой сумме. Поэтому неудивительно, что для всех ее сделать не смогли, но зато в наших центрах можно смотреть на видеонаблюдение. Да, и, повторюсь, поскольку там есть запись, да, можно всегда отмотать и посмотреть, если вам звонят и говорят, что вот на этом участке вброс, да. Вы отматываете и смотрите, а был ли правда этот вброс или это фейк. Повторюсь, вот у нас основные вопросы и проблемы связаны именно с ДЭКом. Да, то есть люди приходят, говорят, я не смог проголосовать по ДЭКу, но бывает там очередь, бывает там сбой, бывает, что человек что-то недопонял. Я хочу проголосовать очень, да. И вот с этим чаще всего приходится работать, потому что некоторые из БТИКи, они просто там выдают бюллетень. А они не могут выдавать бюллетень человеку, который зарегистрирован на ДЭКу. Они должны его провести, посадить за специальный выделенный ноутбук и показать ему, как проголосовать. Вот в чем дело, да. И если они ему дали бюллетень, то они на самом деле сделали нарушение, да. То есть, ну, а бывает, да, бывает, козу кто-то привел или енота на участок. Да, с такими ситуациями тоже сталкиваемся. Правда, в основном в Подмосковье, но такое тоже бывает. Бывает, рассказывают о реальных нарушениях, несколько реальных нарушений зафиксировано. В НОМ, национальное общественное мониторинг, это как раз центр вот этой общественной, общественного наблюдения, пришло 90 сообщений о разных там форматах непонятых, скажем так, из которых реальных нарушений не очень много-то было, на самом деле. Ну и 90 тысяч это тоже, честно говоря, особенно учитывая, что там в Питере чуть ли не провокации устраивают специально, да. Ну, то есть человек подходит, 4 бюллетени кидает и смотрит так на экран, улыбаясь, да. Мол, а вот я делаю вброс. Если ты не знаешь, что в Питере на самом деле 4 бюллетени выдается, да, там у них ЗАГС, муниципалитет и Дума, и, то есть Дума это федеральный список и одномандатники, да, вот, то подумаешь, что правда вброс, да. А потом на Западе этот человек выходит на YouTube-каналах о том, что вот в России у нас нарушение на выборах. Ну, конечно, возмутительно, но такая реальность. Павел, ну вот центры общественного наблюдения, они станут теперь на постоянной основе, как вы думаете, эта практика закрепится и будет всегда так? Следующие выборы? Сложный вопрос. Дело в том, что у нас в Москве центр наблюдения работает, ну, по-моему, с 2015 года. Может быть, даже раньше. Я просто сам член общественной палаты с 2015 года. Вот, и мы работаем каждый год, да, у нас какие-то выборы, то муниципалитет, то еще что-то. Самые большие, конечно, федеральные выборы, там, это, да, работа при общественной палате. Но я думаю, что, скорее всего, да, такой формат будет на каждых серьезных выборах. Я призываю всех приходить на избирательный участок и отдавать свой голос. Я знаю, что в Белгороде явка одна из самых высоких по стране, по крайней мере, по губернаторским выборам я это видел, да, вот. И это очень хорошо, то есть там первое идет Тыва, потом Чечня, а потом Пенза с Белгородом рядышком. Ну, молодцы. Но приходите, голосуйте, выбирайте, делайте свой выбор, это очень хорошо. Павел, а что привычнее и удобнее, голосовать один или все же три дня? Ведь, по сути своей, нам и здесь предоставляют своеобразный выбор. Люди уже привыкли к трехдневному голосованию, и, конечно, трехдневка будет постоянно использоваться, даже после того, как мы забудем о пандемии, как о страшном сне. Три дня это комфортно, три дня это помогает очень людям планировать правильным образом свой график, да, кто-то там проголосовал в пятницу и, как говорится, все выходные до понедельника свободен. Кто-то, как я, вот поедет сейчас голосовать, да, вот, в воскресенье. Кто-то электронным образом будет голосовать, потому что электронка тоже будет распространяться. В общем, удобство, комфорт, они останутся в любом случае. Голосование это услуга, услуга, которую государство предоставляет гражданам, которые в свою очередь через голосование исполняют гражданский долг. Павел, вы сейчас как раз затронули пандемию, да, там, тему актуальную сейчас. У вас в регионе насколько строго все эти меры соблюдаются? Слушай, я вообще ковидоскептик, то есть я знаю, что ковид есть, я сам сильно переболел, в коммунарке лежал. Но я понимаю, потому что это, ну, конечно, серьезно, это болезнь, это опасно, но все опасно, жить тоже опасно. Поэтому у нас, конечно, меры какие-то соблюдаются, но, слава богу, то, что у нас было летом, да, мы от этого, от всего ушли в сторону нормальной жизни. И это, слава богу, да, у вас так вообще там все провакцинированы, первое место по стране, да, держите, то есть вы тоже молодцы, да, от вас хоть отстали в этом отношении. Вот, у нас тут, конечно, есть свои заморочки с этой вакцинацией, но, слава богу, то же все, что было летом, все осталось в прошлом. И я очень надеюсь, что после 20-го числа, а мы понимаем, что после 20-го числа, естественным образом, пойдет рост воруи. Не потому, что выборы закончатся, а потому, что осенний период наступил. Ну, то есть в Москве уже идет рост заболеваемости, там, у нас минимум был ниже 20, ниже 2 тысяч. А сейчас у нас выше 2 тысяч уже, да, то есть мы сейчас вышли на уровень начала лета. Или там на уровень августа, когда самое там падение у нас было после пика июльского. Но, ну, это надо понимать, что это нормально, осень наступила в конце концов, да. Спасибо, Павел, а мы продолжаем наш онлайн-марафон «День выборов».